Люди, только что пришедшие в церковь, часто задают один очень простой вопрос. Существует ли некий список книг, которые необходимы для прочтения каждым православным христианинам? Конечно, такого списка нет. И книга, о которой я сейчас хочу вам рассказать, не является книгой, с которой стоит начинать знакомство с православной жизнью, православным вероучением. Но эта книга входит в список самых важных и самых нужных книг, для тех христиан, которые решили стать христианами не просто по названию, а христианами по сути. Решили изменить свою жизнь, изменить ее так, чтобы она стала угодна Богу. Эта книга – раскитические опыты святителя Игнатия Бринчанинова. Достаточно открыть ее содержание, чтобы понять, насколько важны эти темы, которые были раскрыты святителем Игнатием. О любви к Богу, о любви к ближнему, о чтении Евангелия, о посте, о молитве, о слезах, о молитве Иисусовой, о терпении, о смирении, о чистоте. И это только я назвал несколько глав, которых здесь в двух томах этой книги содержится множество. Книга эта была написана в золотой век русского богословия. В середине XIX века она увидела свет в 1865 году. Напомню, что святитель Игнатий начинал свой монашеский путь в Оптиной пустыне, впитав в себя дух русского православного монашества. Одним из важнейших занятий Оптиной пустыни было перевод и переиздание древних отцов церкви, отцов как богословов, так и аскетов, монахов, постников. И святитель Игнатий, обобщив весь этот опыт, изложил его так, чтобы в одной книжке можно было составить для себя представление и получить руководство к действию по жизни православного христианина. Конечно, нужно понимать, что книга в основном написана для монашествующих, и поэтому вряд ли стоит сразу прикладывать прочитанные в ней к своей жизни. В качестве путеводной звезды, в качестве направления движения, как говорят, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи, не можешь ползти, лежи в направлении. Мы можем лежать в том направлении, в котором указал нам святитель Игнатий. И в настоящее время издательство Сретенского монастыря готовит уже, которое по счету переиздание этой важной книги. Я надеюсь, что в ближайшее время она увидит свет, и мы сможем вновь в наших книжных лавках иметь доступ к этому замечательному творению святителя Игнатия. Субтитры создавал DimaTorzok